Универсиады В ноябре КФУ приглашает студентов и аспирантов на Первый международный научно-практический конвент. О том, как стать его участником, узнаешь в нашем следующем сюжете. В ноябре КФУ На новом уровне будет организована культурно-развлекательная программа. Помимо традиционных экскурсий по городу и университету, участников ждут другие развлечения. Мы включили туда интеллектуальную игру «Что, где, когда». Мы из пешей экскурсии по Казани планируем сделать автобусную экскурсию. А также в том году нами был успешно реализован такой проект, как юридический Форт Боярд, и мы решили интегрировать данное мероприятие в конвент. В конференции могут принять участие студенты и аспиранты со всего мира. Причем для этого не обязательно быть студентом юрфака. Для участия необходимо отправить заявку и тезисы доклада. Основными критериями отбора являются актуальность, самостоятельность и оригинальность. Здесь собираются ведущие студенты, которые высказывают передовые идеи, которые предлагают самые актуальные вопросы на обсуждение. И именно поэтому на базе Казанского университета мы можем создать идеальную площадку, на которой студенты получат новые знания и, конечно же, обретут новых друзей. Заявки принимаются до 12 октября. Ксюша Цзен, Диана Авакян, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Едва в стенах деревни Универсиады стихнул ГУ от участников отгремевшей Олимпиады IOI 2016, в дверях уже толпятся новые жильцы. О том, как проходит заселение будущих студентов КФУ в нашем следующем сюжете. Для многих сегодняшний день запомнится надолго. Заселение поступающих в общежитие означает приближение к студенческой жизни, а кто-то вновь возвращается в родные стены. Комфорт, уют, семейная обстановка – все это будет окружать будущих жителей деревни Универсиады. Студенты Казанского федерального заселились в свои апартаменты, а это означает, что учебный год уже не за горами. Пройти инструктаж – это далеко не все. Для заселения каждому предстоит преодолеть несколько этапов – заполнить анкеты, подписать договор и сдать документы. Ну а первокурсники горят желанием увидеть свои комнаты. Многие уже наслышаны об одном из лучших кампусов России. Да, я слышала, что это лучший студенческий кампус в России, и именно этим меня КФУ и заинтересовало. Я видела картинки в интернете, думала, что будет хуже, потому что обычно фотографии не соответствуют реальности. Но на самом деле мои впечатления оказались еще более фееричными, потому что это замечательное место, действительно очень уютно. В самих комнатах еще не была, но от самого ансамбля деревни Универсиады я в восторге. Комфортное место для того, чтобы учиться дальше. Беготня с бумагами бодрит не только заселяющихся, но и председателей домов, а также волонтеров. Старшекурсники рассказывают о том, как когда-то заселялись сами, вспоминая об этом с улыбкой. Заселение проходит нормально, ребята в этом году собранные, активные, у всех все есть в большинстве случаев. Чтобы остаться тут на второй год, нужно иметь жизненную активную позицию. На самом деле просто нужно быть нормальным человеком, не спорить ни с комендантом, ни с педагогом-организатором, ни с студсоветом. Да, я помню, как я тут с 10 до 3 часов у меня сидел, стоял и умирал от жажды и жары. Мы поздравляем всех заселившихся в деревню Нерсяды и желаем тихих соседей, забытых на кухне борщей и сговорчивых комендантов. Даяна Камалова, Ксюша Дзен, Руслан Урозаев, Универньюз. А для тех, кто хочет провести время на колесах по прогулочным местам Казани, появилась отличная новость. Велики вернулись в город. И об этом, и о многом другом мы расскажем вам в рубрике Веб-Ньюз. В планетарии Казанского университета будет носить имя космонавта Алексея Леонова. Ректор КФУ объявил о том, что получено предварительное согласие героя-космонавта Алексея Леонова на присвоение планетарию Казанского университета его имени. Представители Елабужского института КФУ приняли участие в августовской конференции педагогических работников Мамадышевского муниципального района. В центре обсуждения – приоритетные задачи и актуальные проблемы системы образования. На набережной у центра семьи Казан в субботу, 27 августа, состоится вечерний киномарафон. Казанцам покажут короткометражный фильм «Под открытым небом». На Международном фестивале исторической техники будут представлены раритетные автомобили начала 20 века, большая коллекция военной техники и представительских автомобилей послевоенного времени. В Казани в последние дни лета заработал городской велопрокат. В этом году систему велик из-за отсутствия финансирования запустили со значительным опозданием. День города под стенами Кремля пройдет Казан Сити Рейсинг. Казанцев ждут автокаскадерские пирюеты, дрифт-шоу грузовиков и многое другое. В советском районе Казани на улице Латышских Стрелков открылся подростковый клуб «Лимонад». Вместе с жителями района радостные события разделил мэр Казани Ильсун Меджин. При поддержке Министерства экономики Республики Татарстан детский город Кит-Спейс, который располагается на стадионе Казань-Арена, выиграл грант на создание Центра молодежного инновационного творчества. Акбарс проиграл по булитам дома Нижнекамскому нефтехимику. Встреча завершилась со счетом 2-1. Далее, сенсационная новость. В IT-лицее КФУ появился первый в России робот-учитель. Чему и как он может научить наших студентов, узнаем прямо сейчас. Смотри внимательно. Здравствуйте, уважаемые гости. Я рад вас приветствовать. Я информационный сервисный робот СР-200. Меня зовут Ева. В IT-лицее Казанского федерального университета появится первый в России робот-учитель. Роботы назвали Евой по аналогии с главным героем мультфильма Валли. Темирбулат Самирханов, директор IT-лицея КФУ, рассказал нашей съемочной группе о принципах работы робота-преподавателя. Это первый робот, который займется образовательной деятельностью в школе в Российской Федерации. Речь идет о роботе, который выполняет частично функции учителя, то есть воспроизводит определенный материал. У него есть звуковой датчик, есть видеокамера, то есть он рассчитан, заточен на обратную связь в том числе. Если ребенок задает ему вопрос, он может на него ответить, там из базы данных. То есть как ты его запрограммируешь, он все будет делать. Конечно, у него не хватает эмоций, не хватает юмора и прочего, и подобных вещей. Но в любом случае для детей, особенно в IT-лицея, это очень важно и актуально. Тем более мы разрешим немножко прикоснуться им к оболочке, к программному коду этого робота и немножко поучаствовать в его жизни. Следующей партией, которая будет, это будут роботы, непосредственно на которых ребята будут оттачивать свои навыки программирования. Гуманоидного типа роботы по пауке. Это все от компании «Андроидная техника», которая располагается в Монетагорске и в Москве. И в чем идея? У нас есть уже подобные роботы, есть в Инженеральном институте Казанского федерального университета. И ребята начнут изучать это на школьной скамье. Потом придут к нам же в университет, будут заниматься уже роботы с техникой в ВУЗе. И потом, я думаю, будут на расхват, потому что сейчас многие производства, они базируются и сидят на конвейерных типах роботов, которые нужно программировать, с ними нужно работать. И вот подошел к концу наш выпуск. Желаю вам всем хорошего дня! Ну а я прощаюсь с вами. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!